Солнце мои Поглядывались в след Чтобы памятники за твоими ножками Волочились, девочки Конечно, надо Обязательно Слушайте, я вам расскажу Ну, конечно, женщины странные Они такое говорят Они такое спрашивают Доктор, скажите Можно подтяжку на лице сделать спереди и слева? Я говорю, солнце мое Можно спереди и слева Тогда рот будет сзади и справа Боже мой, одна просто замучила Доктор, надо ли мне подтянуть? Не надо Я говорю, девочки, мы кое-что на кое-что натянули Кожа осталась на целый чемодан Вы можете относиться к этому как угодно Но это так А мужчина Ее муж прям не узнал Прямо тут же в коридоре в клинике Стал к ней клеиться Я из-за тебя оброшу детей Семью Она ему устроила Хирургию с посадкой в реанимации Солнце мое Да так смотришь Рядом с тобой жена Что ты стесняешься сказать? Такая красавица Она не стесняется, что ты рядом с ней Ты Ох, ты не знаешь Это жена это или не жена? Солнце, ты точно знаешь, что это жена? Ну, помоги Займись Дай денег Господи Знаете, я скажу Одна тут Пришла, рассказывает Попросила у мужа деньги Дай мне 200 долларов На косметический салон 200 долларов она у него Он посмотрел на нее Дал 500 Сволочь Дай, дай ей денег Если она попросит Такая красавица Пускай у нее все будет Все Мужчины сумасшедшие Один пришел Доктор Пожалуйста Я хочу грудь восьмого размера Я не спрашиваю Хочу грудь Я ему возьму восьмого размера Привел жену Ну, мы попробовали Сделали вначале Третий Потом пятый Потом видим Ей идет Ну, сделали фигуру целиком Гулять-то гулять Кутить-то кутить Сделали фасон бабочка 180 60 190 Он увидел Ту же слег к нам В хирургическое отделение Он сейчас себе удлиняет О чем вы подумали Солнце мои Он себе удлиняет руки Эту же фигуру 180 Надо же обнять целиком Конечно, жалуется Дорого-дорого 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 Солнце мое Глазки Глазки прелестные Дай-ка я посмотрю Глазки Глазки прелестные Но мы это исправим Ой, у меня одна пациентка была Условно Зовем Я не знаю Б По-другому язык Просто не поворачивается Разрез глаз Мы меняли Пять раз Сейчас сделаю Разрез глаз Как В древней Греции Она говорит Доктор, это будет красиво Говорю, очень Соединен оба И будешь циклопом Девочки, надо Собой заниматься Зубы, зубы Зубы дорого Да, дорого Но что делать? Девочки, зубы Мы делаем, между прочим Запахом Тай, доместо, слюно Пиалки Одна себе сделала зубы С запахом коньяка Мужчины на губах Просто виснут Да, да, да Меняем все Пришла одна Боже мой Ей нужно поменять уши Мы это тоже делаем Вы бы видели Она говорит Доктор Васильевич Дорого Я себе не могу это позволить Я нашла себе Подпольного хирурга Он ей сделал уши Он раньше купировал собачкам Он ей сделал фасольчик Стоечка Ко мне Мухтар называется Ее муж к нам привел На поводке Она всех кусала И лаяла Как ненормально Честное слово Девочки Но я на вас смотрю Вы красавица Оторваться невозможно Солнце мое Ты на таких ногах Ходишь Таким ногами Тебя должны носить На руках Смотри Пришла ко мне Одна пациентка Ноги Как дуги Доктор Скажите У меня никогда Не было мужчин Я говорю Какие мужчины Они же все Проскакивают Прямо на Мерседесу Мы ей сделали Ноги Ой Она на них носится Со скоростью Два мужа в год Так что девочки Если есть какие-то вопросы Делать не делать Надо делать Девочки Я вас жду Солнце мое Девочки Хочу Чтоб все Выглядели Прекрасно Солнце мое Не, не Нельзя сказать Нельзя Не могу сказать Чтоб я там Неудачно женился Не могу Сказать Не, жена моя Симпатичная Можно даже Ее назвать Красивой Ну во всем случае Многие так ее считают Которые других Не видели Не, она действительно Такая симпатичная Миниатюрная Метр восемьдесят пять Такие Ножки ухватиком Ручки богорчиком И касая сажень Причем не только В плечах По всему телу Касая сажень А рукодельница Какая Если бы вы знали Ой, что руками Выделывали Ой, вот до чего Руки свои не приложат Того уже нет А если, допустим Вот, да Косы на нее посмотрел Или, допустим, в дверь вошел А ее, как женщину Забыл пропустить Все Так головой Об косяк долбанет Что в одном неделе Косяк ремонтируешь Ну, отходчивые Быстро отойдет И с разбега Ногой в живот Но не злопамятная Вот она Сразу забудется И поется И поет Голос сильный Но противный А поскольку слуха Вообще никакого нет То лучше уж Головой об косяк Чем эта пытка пения И вот, представляете Все это счастье Одному мне досталось Я даже От нее пробовал уйти Ну, ушел даже Попробовал, вернее Так, представьте Она Вены вскрыла Да не себе Мне И вот с тех пор Живем Как за каменной стеной Правда На стене этой решетки А тут эта мода пошла Знаете, вот это Значит Воруют людей А потом выкуп требуют Я думаю Ну, мне это счастье Вряд ли перепадет Правильно? Ну, на всякий случай Стал распуткать слухи Что вроде наследство получаю Вот-вот документы оформлю И уже будем миллионерами Говорю Лися Одеваться у меня будешь Только в шелка Пить, говорю Только шампанское Закусывать Только золотыми зубами А сам про себя думаю Хоть бы ты пропала Она и пропала День нет Второй нет На третий день Звонит какой-то мужик Говорит Если хочешь видеть Свою жену Живой и здоровой Положи В почтовый ящик 50 штук зеленых Я говорю Сейчас Подпрыгну только Пошел Положил туда 3 рубля Ночью звонит опять Говорит Ты свою жену живой Видеть хочешь? Я говорю Конечно нет Он говорит Ну тогда ты ее сейчас услышишь И тут же Люська трубку взяла Говорит Ты козел меня Собираешься выкупать? И говорю Еще чего Жди Дождешься Она говорит Ну вернусь Я тебя убью Я говорю Ты только попробуй вернись А там слышу стуки Какие-то Крики Вопли Причем Крики мужские Ой мамочка Больно Ну думаю Началось Трубку повесить На другой день Снова звонит Говорит Сейчас пахан С тобой разговаривать будет Я говорю Да по мне хоть президент Значит пахан трубку взял Говорит Ты свою жену Собираешься выкупать? Я говорю Ты посмотри на нее Внимательно Ты бы стал ее выкупать? Он аж в трубку Плюнул На другой день Снова звонит Говорит Забирай жену Я говорю За сколько? Он говорит Ну штук за 15 Я говорю Не Только за 20 Он говорит За 20 Мы тебя лучше пришьем Я говорю Тогда Люська Навсегда у вас останется Он даже завыл На другой день Снова А там опять Крики Стуки Вопли Какие-то драки На другой день Снова звонит И говорит Слышь Как человека прошу Забери жену Я говорю Да вы ее выгоните Да и все Он говорит Пробовали Упирается Прижилась Бьет нас Гадина Я говорю А споить не пробовали? Он говорит Пробовали Все в дупель пьяные У нее ни в одном глазу И заплакал Потом говорит Так ведь она еще Как выпьет Петь начинает Вот где пытка И зарыдал Потом справился с собой Говорит Слушай Может нам в милицию Заявите Я говорю Ну вы братан и даете Милиции Заявите Что же в милиции Скажешь Что вы человека Украли Я же говорю Срок Он говорит Лучший век Свободы Не видать Ну не знаю Что у них там было Но на следующий день Меты все ко мне заявились Давай Говорит Освобождай пацанов Она их в заложники взяла Ну поехали На ихнюю малину Дверь вышибли Ворвались Я такого не ожидал Один стоит Значит это Посуду моет Другой сидит Картошку чистит Третий лежит И Люськины пятки чешет Ну они увидели меня Упали на колени Спасай братан Не дай погибнуть Я конечно покачевряжился Десять штук С них срубил Пять себе Пять ментам Люська за эти пять штук Всех ментов Заморжай Хотела загнать Но потом успокоилась Я средства от нее знаю У нее вот здесь вот за ухом Точка такая Эрогенная есть Если я в нее Ее поцелую Она как шелковая становится Так вот Пять ментов С собакой Ее держали Пока я до этой точки Дотянулся АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Но позади, оставляя бесстрашных мужчин, может только она всех соперников цепью к себе привязать, может только она. А потом сотни женщин нас всех ревновать, может только она, быть вчера неприступной, почти ледяной, а сегодня хранить полыхающей зной, чтобы завтра ворваться в вас всех, как весна, может только она. Может только она, может только она, может только она. Может только она, может только она. Может только она, может только она. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы с Лариской в гражданском браке живем. Ну я считаю, что штамп в паспорте не самое главное. Давно живем уже, в второй неделе. Но тут я стал замечать, что Лариска на меня как на гражданина, ну внимания не очень обращает. Вот не успею ей спокойно сказать, уже спит. Серьезно, я ей уже и так, и сяк, говорю, Лара, ну все-таки в одной кровати, в квартире живем, ну можешь обратить на меня внимание хоть каким-то местным. А она говорит, у меня голова болит, как будто я ее думать заставляю. АПЛОДИСМЕНТЫ Я подумал, может стимул какой нужен, может стимул нужен. Дал денег. АПЛОДИСМЕНТЫ Не-не-не, дал денег, и говорю, купи хорошую вещь. Много дал. Наменял так мелкими купюрами, и прилично получилось. То ли она посчитала, я не знаю. Еще раньше стала засыпать. Но я же тоже не дурак, я в следующий раз фруктов хороших купил. Вот. Вина. Вот. Ну сливы купил, такие классные. И вечерком так перед кроватью поставил, килограмм слив, и вина забродившего такого взял на рынке специально, чтобы... Думаю, ну особо спать-то не захочется, потому что когда вместе все... Вот. А сам побриться побежал, ну думаю, побреюсь перед этим делом. Вот. Ну минуты три брился. Прихожу, сливы съедены, вино все выбито. И Лариска спит, и делает вид, что уже давно спит. Я даже... Ну я уже... Я даже... Ну я уже не знал. Я... Я в специализированный магазин пошел... Секс-шоп называется. Ну я первый раз. Я пришел... Ну не знаю. Ну в наше время... Не было в наше время, вон мужик знает, вот... Ну мы... Ну булочную ходили там, а еще куда... Ну какие там эти дела... Слышь, ну чего только люди не придумают, чтоб самим у станка не стоять. Не, я даже и на этой не глядел, что мы... Я себе трусики взял, такие облегающие, по колено. Такие... Ну прозрачные, в мелкую сеточку такие. Ну по колено... Не, мужские. Взял по колено. И перед сном надел, и хожу. Перед кроватью так. Ну думаю, возбудю ее хоть чем-то. Тем более, перед этим... Я ей бинокль такой подарил... Морской, сильный очень. Ну вот. То ли она его перевернула, я не знаю. Ну она мне говорит... Слушай, говорит, а если эти штаны на форчку натянуть, хамары полетят? Ну я не знаю. Я уже теще позвонил этой, своей гражданской. Говорю, что с вашей дочерью делать, чтобы она на меня внимание обратила, ну как на гражданина? Она говорит, начни с прелюдий. Ну совсем чокнутая. Лариса, один на один не может. А эта говорит, в прелюдях. Не, ну это счастье. Слышь, это счастье, что у меня дружки, ребята опытные, ну посоветовали. Тоже в гражданском браке живут. Со всеми подряд. И они мне, значит, посоветовали. Говорят, ты заставь ее ревновать. То есть ревновать. Ну я с работы пришел. И сразу Лариске в лоб. Прямо. Не, да ты что? Сказал. То, что я бы... Лариске у тебя... Да у нее кулачечек... Она как... Иногда как глаз... Да я... Головой пол как... Да что ты, ну... Лара, это же... Не, ну... Я ей просто в лоб сказал так. Ну я с ним разговариваю это... Так с уважением. Прыгаю когда разговариваю. Ну, вожуху давил такую. Говорю, Лара. Тут соседка из 46-й квартиры. Предложилась с ней согрешить. Она говорит, согрешить? Соседка из 46-й квартиры? Это не грех. Это подвиг. Ну я не знаю. Я в телефонную будку побежал на улицу. Позвонил, говорю, а я тут кое с кем встретился. Специально такое. Она говорит, ну с другом веселее. А я говорю, а друг в юбке? Она говорит, шотландец что ли? Ну тут, ребята, я вообще... Я зверел. Я путану поймал на улице. Ну такой пострашнее. Мне же не для этого дела, а чтобы напугать. Подешевле договорился так. И к себе привел. И на кухню в уголок посадил. Специально так, где потемнее. Чтобы моя войдет. Она... А это... И как... Тоже... Понимаешь? А сам халатик надел. Сел так. Колено выставил, больше ж нечего. И значит... Сижу. Моя мимо меня шасть. И прямо к путани. За грудки ее взяла. И говорит, Витька. Ты что, очумел? Бабой нарядился? Иди отсюда! Но тут у меня чуть инфаркта не было. Я себе представил. А если Плара на час позже пришла. А я ж для храбрости махнул. А если я еще стакан принял. Они же с каждым стаканом все красивее и красивее. Я Лариску за руку и в ЗАГС. Простамповались, расписались. И тут я понял. Наша женщина готова жить в гражданском браке. Но только на законных асфальтах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова